Мама. Мама. Такое простое слово. Два повторяющихся слова, которые выговорит любой ребенок. Но сколько же в себя она таит? Какой смысл в нем заключен? Наверняка у каждого из нас первым словом была мама. Ну или вторым. На многих языках оно звучит одинаково. Мама, маты, мама, мама. Когда мы дети, мы не особо задумываемся о его значении. Ну что ж там говорить, мы вообще не беспокоимся ни о чем. Ведь мы знаем, что у нас есть тот человек, который всегда нас поддержит, выговорит и поможет. И этот человек наша мама. Возможно, многие скажут, а как же отцы? Несомненно, они тоже играют важную роль в нашем воспитании. Однако, согласитесь, что такой связи, какая у вас имеется с вашей мамой, никогда не будет с вашим отцом. Потому что именно она вынашила у вас 9 месяцев. Именно ей благодарны тем, что вы живете, вы есть в этом мире. И эта связь, которая сначала существовалась при помощи папарины, затем уже на национальном уровне, безгранично растет. Что для меня значит слово «мама»? Конечно, в первую очередь это любовь. Но не та любовь, которая... Сопливая любовь, как в фильмах. Но та любовь, которая включает в себя как и хорошие, так и плохие моменты. Как радость, так и море. И это и делает эту любовь настоящей, честной, правдивой и искренней. Ну, первое, что приходит в голову, когда слышишь маму... Лично у меня ассоциируется сразу большой белой медведицы. Помните старые мультики про Умку? Она всегда опекала своего медвежонка, всячески старалась научить его чего-нибудь. А этот дурачок убегал, не слушался. Мне кажется, это лучше всего характеризует всех наших мам. Что-то такое большое, мягкое, родное, готовое на все что угодно, лишь бы защитить своего ребенка. Что для меня значит «мама»? Одно слово вместо тысячи речей. Родной человечек, сам близкий, любимый, которого не хочет отпускать. «Моя сестра», «Моя опора», «Мой советчик». А что именно слово для тебя значит «мама»? «Мама». «Мама женского рода». Ну, какие-нибудь ассоциации. Женского рода. Женщина. Ещё синонимы. Женщина, которая родила меня. Да, хорошо. Дала мне жизнь. Да. Воспитала. Учила уму разуму. Хотя где-то я и сама познавала, но где-то она и меня пыталась учить. Ну, вживую я маму видела зимой, когда ездила домой. На каникулы, собственно. Последний раз это очень было давно. Это было зимой. Это был Новый год, да. Мы виделись в последний раз на новогодние каникулы. И то, честно, я вообще не помню, насколько мы с ней общались в тот момент. Из-за учёбы и работы сейчас мы очень с ней редко общаемся. Мы общаемся практически каждый день. Причём, скорее, я с ней общаюсь, чем она со мной. Каждый день я звоню, рассказываю всё, что происходит за день либо там за несколько дней. Иногда рассказываю просто какие-то пустяки, свои переживания, эмоции. И так часто мы стали общаться с ней, как раз когда я начала учиться в университете, в другом городе. Сегодня по скайпу с ней общались. Она не может складывать язычок в трубочку вот так. Вообще никогда не может. Я не знаю, как я этому научилась, но она этого не умеет делать. Это очень сложно. Один забавный факт о ней. Мне кажется, моя мама вообще очень забавный, весёлый человек. И она умеет отшучиваться в любой ситуации. Причём отшучиваться нестандартным способом. Возможно, это даже не стоит говорить, но очень забавно, когда она придумывает разные матерные словосочетания и не так органично вписываются в её речь, что дико даёшься. Моя мама жуткий паникёр. Она боится буквально всего. Боится опоздать на самолёт. Может приехать за три часа, за четыре часа, но ты должен успеть. Боится перейти, там, если я перехожу на красный свет, она паникует, там. Не знаю, что она паникует. Что я хочу сказать маме, но до этого не говорила. Мне кажется, я никогда не говорила ей спасибо. Никогда не извинялась. И мне за это стыдно. Ну, такой человек мне тяжело перед кем-то извиняться, потому что я считаю, у каждого есть своё мнение. И каждый вправе делать и решать только то, что ему хочется прислушиваться к своему мнению. Однако я, конечно, понимаю, что, опять же, в силу своего возраста я могу не всё до конца правильно понять. и, конечно же, для этого и нужны родители, чтобы напрягать тебя в правильную сторону, немножко корректировать. Но в основном я всё же придерживалась его мнения, и никогда не извинялась. Мам, я никогда не решалась это сказать долгое время, но думаю, уже пора. Какой взрослый человек. Думаю, мы поймём друг друга. В общем, мам, меня вынули из универа, и я живу на квартире у мужчины с Фёдором. Ну, вот как-то так. Ладно, это шутка. На самом деле, всё хорошо. Я учусь дальше в универе, и я живу в общаге, и не с Фёдором... Не важно. Ладно. Мама, однажды ты у меня нашла пачку чипсов, упаковка от неё. Я сказала, что это линдинная. Или кто-то подбросил вниз одноклассников. В общем, мама, это я съела эту пачку чипсов. Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Я хочу очень... Ещё раз отразовываю. Что я очень сильно люблю. Мне не хватает. И даже в свои 21 год я... О, боже мой, какая старуха. Мне очень нужна манинная поддержка. Ну, она поддерживает, но этого не хватает. Порой мне даже хочется зажиться в... в облаку... в облаку на руку и рыдать. Мне очень... Иногда хочется ей рассказать про свои беды, радости. Но... этого невозможно. Невозможно наших отношений, как были раньше, до появления её мужчины. Мы были... как сёстры. Мне это очень не хватает. Наверное, она бы... подняла бы и сказала бы, что самый дорогой человек. Условно, я очень люблю свою маму. Прям вот. Всем сердцем и душой. А... Ну, честно, я некоторые вещи ей не рассказываю, потому что моя мама ФСБшник в душе. И при желании она нарует такую информацию, которую вы ни в жизни не думали бы, что можно отыскать каким-то образом в хоть каком-нибудь ресурсе. Вот. Я даже не знаю, как оценить. Думаю, по десятибалльной шкале это будет твёрдая восемь с половиной. Мне кажется, мы очень с ней близки, по крайней мере. Я рассказываю ей много личных каких-либо фактов. Я никогда не утаиваю ничего. Возможно, как и любой человек, я могу что-то не договаривать, либо забыть, либо не почитать это важным. А потом окажется, да, нужно было об этом сказать. Но в целом, мне кажется, мы очень близки. И если оценивать, то, наверное, по десятибалльной шкале это, наверное, все десять всё-таки. Мне кажется, да, можно ещё дуть ближе. Мы же всё-таки имеем своё личное пространство, личную жизнь, и что-то чуть-чуть должно оставаться тайной. Сейчас не очень как раньше почему-то не получается на сети. Хотя выходит как-то старается полагать контакт. Очень грустно. Оцени по какой-либо шкале вашу близость. По десятибалльной? Любой, какой хочешь. Давай пятибалльной. Давай. Не хочу заморачиваться. Хорошо. Давай на четвёрочку. Четвёрочку. Три-четыре. Три-четыре. Не высшего, но и не худший. Потому что всё-таки она также поддерживает. поддерживает. Ну, вообще, она поддерживает. Да, поддерживает. Но на медицине она настояла. Да. Хотя, да, это была моя мечта и всё и т.п. Но когда я хотела уйти из этой медицины, она настаивала, что нет, что медицина это всё. Ну, моя мама поддерживает абсолютно все мои начинания. Конечно, некоторые магисты её не устраивают. То есть, допустим, когда я отрезала себе волосы, мама такая, чё? Зачем? Зачем ты это сделала? Тебе чё, делать нечего? Ну, тем не менее, она потом уткала. Ну, ладно, тебе идёт, прикольно, ха-ха. Моя мама поддерживает абсолютно все начинания. Она обеими руками будет держаться за всё, что мне нравится. И, то есть, что бы я ни выбрала, она скажет, ну, умничка, удачи тебе, в добрый путь. Мне кажется, всё же второе выставивает на своём, потому что она очень такой человек со своим. мнением, который будет настаивать на своём, но при этом она никогда мне не запрещала чем-то заниматься. Возможно, просто говорила, что это неверно, что я вырасту и пойму, ещё до этого я не доросла. Но именно стопроцентной поддержки никуда не было. Мне кажется, как и любой родитель, он считает, у него уже есть какой-то опыт. И, конечно же, он желает своему ребёнку только лучшего. И когда он видит, что, возможно, это глупое занятие, или просто в силу своего возраста он ещё не понимает рациональность этого или иного действия, он всё-таки будет настаивать на своём. но, тем не менее, я слышала от многих друзей, достаточно большого количества, что, к примеру, их родители заставили его врать ту или иную профессию, поступить в тот или иной вуз. Особенно это касается тех, кто поступил в медицинский и сейчас страдает от этого, поскольку это очень тяжело. родители считают, что медицина это благородная профессия и так далее. Меня никто не заставлял поступать, наоборот, отговаривали и мне действительно давали право выбора, куда я хочу, что я хочу делать. То есть, мне кажется, что с эдушкой зрения это правильное решение моих родителей и моей мамы. в том числе. Пожалуй, я очень благодарна своей маме за то, что в детстве она меня отдала на гимнастику. Я не знаю, как это мне сейчас помогает, как, в принципе, и знание французского, на которое она меня тоже отправила. За это я ей тоже очень сильно благодарна, иначе бы я не познакомилась со многими шикарными людьми. Вообще бы я по-другому сейчас жила. Да, по сути, я всей своей жизни благодарна своей маме. Мамуречка, спасибо тебе большое. За что я благодарна маме? В первую очередь, конечно же, я им благодарна просто за то, что она дала мне жизнь. Однако, я еще очень благодарна за то, что она настояла на том, чтобы я училась не в своем городе, не в своем полуострове. смотря сейчас на моих одноклассников, которые живут с родителями, я понимаю, какая разница между нами, как в плане самостоятельности, в плане стрессоустойчивости, в плане даже интеллектуального мнения, это возможно уже связано с вузом, в котором я обучаюсь. мы одноглотки, у нас должны быть какие-то одинаковые ценности, одинаковые взгляды на жизнь, однако это не так, потому что в свои 19 лет я достаточно взрослый человек, я понимаю, что мне нужно делать в этой жизни, как прибываться от того или иного, я уже сталкивалась со многими ситуациями, которые раскрыли другие грани нашего социума. Да. Хотя я немного завидую таким людям, потому что мне тоже хочется быть немного инфантильной, мне кажется, что я всегда была настолько серьезной, что в детстве, что сейчас, и я никогда не убежала свои эмоции, не радостные, не грустные, я всегда сравниваю себя с деревом, которое просто стоит себе, такое твердое, немножко, возможно, самоблюбленное, особо ни с кем не разговаривает, хотя сейчас я мне пришлось налаживать диалог с людьми, и я поняла, что я еще прямолинейная, не очень культурная, потому что я говорю человеку все сразу в лицо, то есть я не молчу, как раньше, хотя несмотря на то, что я говорю ему в лицо, я никогда не обижаюсь на человека, какие бы он пакости мне ни строил, моя обида может длиться максимум минуты-две, и потом я думаю, ну значит, он так думает, это его мнение, и я ничего здесь не сделаю. В первую очередь за то, что она дала на ее жизнь. Да ладно, никогда не оставит на корни, и это пришло от бабушки, она просто «Ты толстая!» В итоге «Сколько тебе там что тебе приготовить? Что тебе это?» Говорю, «Бабушка, мне поменьше!» Ага, да, точно, да-да-да. Хотя, не, я приеду, я уверена, она мне вот такую тарелку поставит на стол. Да, голода не оставит, не бросит, поддержит меня всегда. Это, что я очень сильно ценю, и могу с ней открыто поговорить. Я бы не видела за то, что я не оправдываю ожидания своих родителей, потому что в меня вкладывается достаточно много все, что они могут, все, что может моя мама, она вкладывает в меня. и я практически никогда не оправдываю их ожидания, что в учебе, что в каких-либо отношениях, в каких-либо начинаниях. И мне очень стыдно за то, что я в уже совершеннолетнем возрасте до сих пор сижу на шее, не имею возможность себя обеспечивать. Хотя вокруг меня опять же много примеров моих однолеток, которые уже не рождаются в помощи своих родителей. И я очень хочу извиниться за то, что у меня пока не получается совмещать все с учебой. Просто учеба мне дается очень тяжело. Да, есть. И очень вредная, непослушная дочь. Самый, наверное, вредный ребенок в мире. Такого вредного ребенка не пожелать никому. Вообще могу сделать сухой в детстве. Хоть сейчас, как мама говорит, что треплю ей нервы. Угу, я ж любя. первое, что я скажу, когда увижу свою маму, я даже не скажу ничего, я просто подбегу, обниму и буду долго стоять и рыдать на счастье. Вот, честное слово, я не знаю, я не вас так говорить красивой, длинной речи, и поэтому что-нибудь серии «мама, я тебя люблю», «мама, я по тебе скучала» и так далее говорю очень-очень редко, хотя следовало это делать почаще. Мне кажется, в такой ситуации после 10 лет разлуки я ничего не смогу сказать банально, просто будут одни эмоции, никаких слов. «Мама, я выжила», и это меньше, чем обучение в медицинском. Первое, что я бы сказала, это «Мам, со мной всё хорошо». Мне кажется, это единственная фраза, которая будет местна в данный момент, потому что начните рассказывать о том, что с тобой было, это займёт очень долгое время, и ты не знаешь, сколько вы сможете с ней говорить. Ну, несомненно, я бы, наверное, её обняла, хотя я ужасно не люблю обниматься, но я немножко сейчас понимаю, что да, это классно, клёво, вообще прикольно, всякие нежности, но всё равно как-то у меня есть немножко пренебрежительные отношения, когда кто-то лезет в мой личный орёл, который я себе придумала. Ну да, есть такое. Мам, почему я вообще сняла это видео? Меня не будет на твоем день рождения, и таким образом я хотела как-то немножко приблизить свой приезд, сблизиться с тобой, показать, какая на сегодняшний момент совершенно разная молодежь шла своими мыслями, идеями, достаточно взрослым взглядом на жизнь. Какие вообще мы все разные, но сходимся в одном моменте, на одном вопросе, когда нет никаких недосказанностей, нет несогласий, есть только человек у всех, ну практически, по крайней мере, у всех нас, которые были в видео, есть тот человек, без которого наша жизнь была бы не настолько полноценной, яркой, без которой мы бы не были такими, которыми мы являемся на данный момент. хорошо, когда есть интернет, очень удобно, можно сделать тоже видео, загрузить его на YouTube, и просто отправить сообщение, и другой человек посмотрит. хорошо, когда можно просто позвонить через какие-либо приложения, да, это хорошо, но общение через интернет никогда не сравнится с живым общением, и я очень жду, когда мы встретимся, возможно, я, как всегда, не буду показывать свою необходимость тебе, скорее всего, я не скажу, как я за тебя скучала, скорее всего, я опять же не буду обниматься, и, возможно, скажу, но это будет очень жало, как я тебя люблю, но я хочу, чтобы ты знала, что ты единственный человек, без которого я не представляю, что бы я делала в этой жизни. Всё. И да, я уже с зелёными волосами Блин. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok